Итак, продолжим. Дорожное движение – это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или бестаковых в пределах дороги. Трудно. Дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортное средство, сооружение, грузы, либо причиненный иной материальный ущерб. Ну, чтобы никогда не попадать в такие переделки. Железнодорожный переезд. Пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне. Именно на одном уровне тогда-то и есть переезд. Маршрутное транспортное средство. Транспортное средство общего пользования. В скобках автобус, троллейбус, трамвай. Транспортное средство предназначено для перевозки по дорогам людей и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. Это маршрутное транспортное средство. Механическое транспортное средство. Это транспортное средство, кроме мопеда, приводимо в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. То есть почему-то в механические транспортные средства не включены почему-то мопеды. То есть мопеды не включены в механические транспортные средства. Мопед. Мопед двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров. То есть мопед не более 50 кубических сантиметров и имеющая максимальную конструктивную скорость не более 50 км в час. То есть максимальная конструктивная скорость не более 50 км в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками. Мотоцикл. Двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- или четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг. То есть вот, не более 400 кг мотоцикла должны быть. Населенный пункт. Застроенная территория. Выезды на которую и выезды обозначены знаками. Недостаточная видимость. То есть это чтобы вам никогда не попадать в недостаточную видимость, но периодически, видимо, это случается. Так вот, недостаточная видимость. Это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. То есть вот, недостаточная видимость, это когда вы видите меньше чем на 300 метров. Обгон. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств связанное с выездом из занимаемой полосы. Вот. Именно с выездом из занимаемой полосы. Но если вы обгоните их, не выезжая из занимаемой полосы, ну тогда-то, наверное, не будет обгона. Обочина. Элемент. Дороги, примыкающие непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающиеся типом покрытия или выделенные с помощью разметки, либо используемые для движения, остановки и стоянки в соответствии с правилами. Так, дальше. Опасность для движения. Это ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том или ином направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. Чтобы у вас такого поменьше было. Опасный груз, вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности. Организованная перевозка группы детей. Это специальная перевозка двух или более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механическом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному транспортному средству.